Большинство кузбассовцев знают Таиланд как туристический рай. Гости из королевства Орхидей в Сибири бывают редко и чаще всего это тайские боксеры. Но сегодняшние посетители кузбасского технопарка приехали не соревноваться, а учиться. Сурат проработал в России уже три года аспирантом Томского политехнического университета. Но с такими технологиями молодой ученый до сих пор знаком не был. Здесь все очень здорово, так много современной техники и технологий. Особенно поразили приборы, сделанные в России. Мы в Таиланде о таких даже не слышали. Справедливости ради стоит сказать, что о таких приборах не слышали не только в Таиланде. Например, термодисербомер – аппарат уникальный. Он был собран в Новосибирске по заказу Кемеровского технопарка. Сегодня это единственный в мире аппарат, способный выявлять более 40 параметров при изучении угольных сорбентов. Новинка обошлась в 3 миллиона рублей, но руководитель лаборатории Александр Бервино уверен, она окупится с лихвой. Уже сейчас команда молодых ученых сотрудничает с университетами 10 государств от Австралии до США. Александр надеется, что теперь в этот список добавится Королевский университет Таиланда. В дальнейшем, конечно, мы планируем, что это будет сотрудничество. Потому что они представляют достаточно хороший, интересный университет. В Таиланде у них нету, как они говорят, практически нету технологии получения этих материалов. И, естественно, нам интересно наладить взаимодействие с сотрудничеством в этой области. С угольными сорбентами люди работают давно. В разных точках мира они применяются по-своему. В Таиланде и Китае в машиностроении, в США для борьбы с нефтезагрязнением, а в Кузбассе для предотвращения взрывов метана в шахтах. Кузбасские химики первые, кто начал изучать их с помощью нанотехнологии. Приятно осознавать, что именно наши ученые не только продвинулись в этом вопросе дальше всех в мире, но и охотно делятся знаниями с зарубежными коллегами. Аркадий Кемеев, Константин Червяков. Новости моего города.